17 классов в девяти саровских школах отправили на дистанционное обучение в сентябре из-за вспышки ОРВИ. Также зафиксировали два случая заболевания сезонным гриппом у детей. Однако в первый осенний месяц саровчане болели реже, чем в прошлом году, сообщают эпидемиологи. Сейчас ситуация стабилизировалась. В сезон простуд родители просят быть внимательными и не отправлять детей в школу при первых же признаках болезни. Действенный способ профилактики – вакцинация. Вакцинироваться нужно предэпидемический сезон, как мы говорим. Чтобы было время в организме ребенка или взрослого, где-то 2-3 недели, чтобы на введение вакцины выработался иммунитет. Никто не говорит, что там стопроцентная защита от тяжелых форм. Но все-таки их значительно меньше и осложнений значительно меньше. Все наши вакцины против гриппа, которые существуют, которыми пользуются медицинские работники, они безопасны при применении. 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции среди взрослых зафиксировали в сентябре. По сравнению с 2022 годом цифра незначительная. В сентябре прошлого года число заболевших составляло примерно 4 тысячи. Однако ковид отступил не навсегда. Вирус мутировал. Новый штамм под названием перола оказался еще более заразным, чем его предшественники. В России его ожидают в декабре или январе. Факт того, что если новая разновидность, то вероятность того, что заболевание может вырасти, скорее всего, это будет так. Но будем надеяться, что такой огромной заболеваемости, которая была в предыдущие годы, когда мы просто задыхались, что называется, и люди болели в большом количестве, будем надеяться, что такого уровня высокой заболеваемости ковидом у нас не будет. Из-за аномально теплой погоды в сентябре фиксировали много укусов клещами. Всего обратились 123 человека, из них 27 детей, что превышает показатели сентября прошлого года в три раза. 68 клещей в лабораториях исследовали на возбудителей клещевых инфекций. Положительный результат получен в 14 анализах. В том числе в 12 случаях выявлены боррели и по одному случаю анаплазма и эрлихия. Зарегистрировано два случая заболевания клещевым боррелиозом. Если клещ, когда кусает пострадавшего, он не содержит в желудке боррелию, которая вызывает заболевание. То есть в момент укуса нет содержания, поэтому не может вызвать заболевание. Если же в момент укуса у клеща находится в желудке возбудитель, он при первых же впрыскиваниях в коже, возбудитель проникает в организм и вызывает заболевание клещевым боррелиозом. Выросло в прошлом месяце число заболевших острыми кишечными инфекциями, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, опоясывающим лишаем микроспории, внебольничными пневмониями, ветряной оспой и болезнью лайма. Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.